эфир у нас сегодня состоится давайте так сразу договоримся что будет эфир интересным только тогда когда будут только тогда когда будут у нас вопросы вопросы я буду видеть у себя на экране и кстати ребят просьба написать на английском языке на хинди и на вьетнамском чтобы зрители из других стран писать могли вопросы на своем родном языке ну и кто-то из наших ребят будет делать перевод скидывать мне здесь значит на русском ну а спустя там четыре пять дней как обычно у нас появятся субтитры на всех вышеперечисленных языках и тогда люди смогут получить ответы на свои вопросы непосредственно от меня вот такая у нас система так ну что ребят что у нас вообще сегодня происходит сегодня у нас открываешь любые новости и читаешь следующую информацию вот европейский континент ждет тревожное энергетическое будущее но беда надвигается не только на европу уже несколько месяцев заложен за облачные цены на нефть и газ сеет хаос по всему миру вот и из-за нехватки топлива и отключение электроэнергии электроэнергии импортно зависимые страны мира сталкивается с экономической неразберихой а их правительство отчаянно ищет выход из сложившейся ситуации в общем если почитать новости по анализирует ситуацию мы придем к выводу что сегодня самая главная вещь в мире это энергия именно она определяет и благосостояние людей и и соответственно качество жизни и мы в этом смысле имеем сегодня новое устройство новое изобретение пока еще никем не испытанная в реальном объекте не построенная но всему свое время так как устройство у нас не маленькая а это целое здание мы должны соответственно потратить определенное количество времени для его реализации и скажу вам так что все идет своим чередом все идет очень даже хорошо самое главное что мы сделали и сегодня делаем это получение патентов в разных странах мира и всего 75 и это очень важная работа которая нужно сделать сегодня и сделать ее очень даже качественно потому что это будет как раз определять определять насколько мы будем интересны в будущем нашим потенциальным покупателям наших лицензий вот значит ну что там у нас давайте пройдемся по последним по последним событиям что мы было сделано кстати мне наша поддержка сообщала что некоторые наши инвесторы говорят о том что мы в последнее время предоставляем мало новостей и им кажется что скорость работы у нас снизилась да ребята обратите пожалуйста внимание на то что сейчас лето и сезон отпусков и допустим допустим жарких странах таких как саудовская аравия бахрейн или дубай на рабочем месте кого-либо застать очень сложно все уезжают в отпуска какие-то страны по прохладнее поэтому да действительно деловая активность в летний период она снижается и мы на это повлиять не можем но тем не менее значит я надеюсь вы бываете на нашем сайте обращайте внимание на новости и мы можем увидеть что у нас появился новый эскизный проект ветра энергетического комплекса в историческом стиле то есть как я и говорил ранее все наши здания или все здания которые в будущем будут использовать нашу технологию они должны соблюдать принцип ну звезда до построения по форме звезда как у автомобиля 4 колеса такой же принцип у нас звездочка но архитектура может быть совершенно разнообразным и сейчас мы приходим к этим самым архитектурным формам которые очень даже выглядят впечатляюще мы будем продолжать работу по поиску новых этих самых архитектурных форм и задумок на эту тему у нас очень даже много это нам все пригодится в будущем также мы известного представили вы его значит в мае месяце на футуру инновейшн саммит так значит наш проект был присутствовал шейх шарджи он понял наш проект и относительно того что мы он готов там выйти подписать с нами контракт пока об этом речи нет давайте не будем забывать что все таки наша основная аудитория это development вот ну конечно кто-то лидер какой-либо территории может проявить желание и поспособствует тому чтобы именно на его территории появилось такое первое здание вот но основной у нас сегодняшний диалог это все-таки вьетнам это вьетнамская сторона как вы помните в марте месяце я была территории вьетнама мы подписали соглашение в общем-то идет работа по нему и вьетнамская сторона сейчас написала запрос на то чтобы получить разрешение от правительства на строительство столь не стандартного стали здания на территории вьетнам также по последним сведениям уже еще есть компании которые также заинтересовались нашей технологии и поэтому есть план побывать во вьетнаме в сентябре месяце достаточно правда плотный график у нас получается почему потому что у нас 23 26 выставка технопром августа да потом у нас выставка у нас в саммит инновационный сами также во владивостоке намечен тоже очень важное мероприятие и про владивосток у нас тоже кстати есть неплохие новости и основная выставка в этих которая будет проходить с 23 по моему по 26 сентября на территории экспо в дубае вот поэтому кто поэтому я приглашаю всех желающих на эту выставку мы представим там грандиозный макет площадью 40 квадратных метров значит его задача этого макета донести до любознательных лиц суть технологии проекта город логистик экосистем и также суть технологии проекта ветер вот мы технологию город логистик экосистем непосредственно интегрировали уже в дубай в конкретную локацию и это упростит восприятие местными властями и девелоперами нашей технологии и они смогут больше ее понять известно что любая инновационная технология не всегда сразу воспринимается обществом на ура ну например когда карл бэнс посетил значит правительство германии на тот момент и сказал что типа я собрал повозку которая может ездить без лошади так вот его там погнали и сообщили о том что ты не патриот германии потому что германия всегда славилась самыми лучшими скакунами в мире поэтому твое изобретение нам неинтересно и она бесполезно но это было субъективное мнение руководства германии в тот момент мы все понимаем что без автомобиля мы сегодня жить не можем поэтому небольшие проблемы с внедрением инноваций они бывают это субъективное мнение тех кто определяет политику на в том или ином регионе так ну что у нас дальше значит было было вот у нас мы проект представили проект на медиа саммите во владивостоке это было в июне месяце там же мы познакомились с мэром города то есть наши ребята были там познакомились с мэром города и мэр города сказал что вы ко мне ребята заходите мы это обсудим вашу эту технологию как 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 она может быть полезным нашему городу и таким образом 29 июля состоялась встреча с мэром города где мы где я представил проект объяснил суть этого проекта и в общем от местных властей мы получили позитивный отзыв и предложение продолжить работу в этом направлении и представить наград совет эту технологию и это здание вот и так же у нас был определен один из участков который сейчас продается в городе владивосток вот но тут этот участок не подходит так как там есть рядом закрытые территории но в россии они поймут и сейчас мы с человеком который хорошо знает владивосток знает все земельные участки владивостока и ведем еще раз мониторинг на предмет подходящего земельного участка где мы разместим концепцию и представим ее наград совет ну что у нас еще по поводу новостей так ребята еще смотрите вот я вижу так ребят кто задает вопросы там на английском вы пожалуйста сделайте перевод там google google переводчики и просто пришлите их чат так что друзья значит у кого есть шампанское на кухне или другой любимый напиток у нас есть повод сделать сделать такой наполнить бокал до повод у нас заключается в следующем сейчас повод заключается в том что мы получили патент в японии патент относится к транспортно-логистической системе города вот данный документ мы разместили на сайте проекта город можно туда зайти нажать японский флажок и открыть этот момент вот и с ним ознакомиться у кого есть желание конечно же можно все это через google проверить но я себе ребят позволю в честь такого события все таки бокальчик шампанского выпить если меня кто-то поддерживает то-то присоединяйтесь присоединяйтесь потому что ребят такое событие я считаю что очень даже серьезно и таких событий у нас будущий будущем еще будет немало вот мы сейчас получили этот документ японии по транспорт логистической системе как известно мы заявку подавали раньше чем ветер потому что сам по себе патент по транспорт логистической системе он был у нас раньше в какой-то момент может быть через год может быть раньше может быть чуть позже мы получим соответственно я надеюсь на это очень по проекту ветер такой же документ и так же мы сможем собственно отпраздновать такое знаменательное событие так ну что ребят переходим к вопросам предложениям и пожеланиям да так поздравления спасибо ребят сегодня международный день пива да не забывайте что алкоголь он все-таки вредит здоровью поэтому в умеренных количествах в умеренных количествах его пожалуйста используйте так что-то я смотрю у нас тут сегодня только позитив и поздравления вот а вопросов таковых нет а я знаете что вспомнил в одном из чатов поддержка мне сообщил я кстати ребят в чатах не участвую ну потому что наверное это будет слишком сильно отвлекать но поддержка когда что-то значимое она мне информацию передает и в одном из чатов был было такое сообщение что якобы мы перенесли айпио на три года и что прибыль люди получат там когда-то позднее в каких-то там двадцать пятых или двадцать шестых годах поэтому ребята я хочу сказать что с момента запуска проекта это сегодняшнего дня у нас на самом деле ничего не поменялось все наши планы остались прежними и поэтому никаких там отложить что-либо куда-то мы таких решений не принимали я хочу лишь только напомнить что действительно айпио сама по себе это вещь долгая для того чтобы на него выйти нужно получать прибыль в течение трех лет не менее пяти процентов от уставного капитала компании ну то есть мы прибыль еще как вы знаете не получали мы не продали еще ни одной лицензии вот это нормально почему потому что мы здесь рабочего образца еще не представили ну если возникнет вопрос почему же вы все-таки не представили рабочего образца то скажу следующее что ну конечно всегда все зависит от бюджета вот бюджет у нас три года привлечено 4 и 4 миллиона долларов из которых три миллиона мы уже израсходовали куда израсходовали у нас есть наблюдательный комитет состоящий из 180 человек отчет по нашим расходам мы предоставляем ежемесячно так же как и любая сумма которая поступает к нам в проект она отражается в чат-боте и наблюдательный комитет член наблюдательного комитета они это все видят в режиме онлайн если у кого-то есть желание вступить наблюдательный комитет и вы являетесь нашим инвестором то добро пожаловать чем больше человек не будет тем больше доверия будет проекту ну и конечно же мы бы этого хотели поэтому ребят не откладывайте напишите пожалуйста поддержки в поддержку просто пару слов наблюдательный комитет все что от вас потребуется просто ссылка на вашу социальную сеть и фотография которая вам нравится и ну и соответствует соответствует ну нормам делового стиля вот мы ее разместим на нашем сайте и разместим также ссылку на вашу социальную сеть для того чтобы все понимали что это все реальные люди что с ними можно вступить диалог и действительно спросить действительно ли все это существует вот ну и так далее так что же там у нас еще вопросе прочитал немного сбился так так вот ребят значит соответственно эти денежные средства мы читали за них а сейчас у нас есть порядка полутора миллиона долларов на то чтобы приобрести земельный участок и подбор такого земельного участка мы ведем то есть как я сказал в начале эфира у нас есть живой диалог свет нам ну надо подробнее уточнить об их планах они меня пригласили предложили открыть компанию для того чтобы заключить более подробный договор так как соответствие с законодательством вьетнама вьетнамская компания может заключать договор только с вьетнамской компанией вот ну и так далее но во всех этих юридических тонкостях и подробностях мы разберемся это не никакая не проблема поэтому у нас на сегодняшний день актуальный вариант это вьетнам и земельный участок во владивостоке также у нас есть диалог с правительством объединенных арабских эмиратов эмиратов есть план побывать на территории арабских эмиратов обязательно в сентябре вот вопросов там накопилось уже немало и провести еще одну встречу с приближенными лицами к правительству дубай вот в общем за развитием событий я предлагаю всем наблюдать нашим инстаграм подписаться на наш инстаграм кстати вот почему-то на ютюбе у нас 10 тысяч подписчиков она в инстаграме только лишь 2000 подписчиков хотя новостей там намного больше они там постоянные там есть stories и и какие-то движения там у нас все они отражаются более подробно так также хочу сообщить что у нас изменился состав команды так татьяна пишет давайте по вопросикам сейчас пройдемся татьяна пишет когда будет новый кабинет и подписаны ключи татьяна но вообще ключи у нас ежедневно подписываются если у вас нет подписанного ключа пожалуйста ну напишите поддержку ваш логин и я думаю незамедлительно вы получите ответ почему пропала трансляции из индии никита спрашивает извините трансляция не пропала мы ее отключили отключили по поводу по причине того что но все-таки недостаточно квалифицированные специалисты в отделе поддержки им необходимо получить больше все-таки знания проекте потому что часто информация не всегда была компетентная не не всегда компетентная информация с их стороны была представлена о проекте так инстабет денис привет на какой стадии сегодня развитие проекта по твоим ощущениям поделись последними новостями с кем встречались какой отклик на технологию планы по строительству это будет небольшое здание нет здание это будет большое это здание должно быть не менее 300 метров так но развитие проекта на какой стадии ну стадия следующая я прекрасно понимаю что технология это работоспособная на этот счет мы имеем много авторитетных мнений от ученых нашей страны в том числе и от президента российской академии наук кто не видел этот ролик кстати у нас вот некоторые ролики почему-то имеют просмотров там 800 или 1000 на ютюбе некоторые некоторые 5 тысяч вот и очень важные ролики есть где 800 просмотров но мнение президента российской академии наук а там такое маленькое количество просмотров ребят советую еще раз пробежаться по каналу посмотреть и получить больше уверенности в том о чем у нас здесь проект но ощущение значит что это точно потребуется все больше мне понятно что мы должны будем своими силами первое здание это построить показать как работает технология и по сути повторить те пути которые преодолел когда-то отис лифт ой то есть вот если джеймс отис который значит изобрел первый безопасный лифт это не был не был первым лифтом да это был первый безопасный безопасный лифт у него пошло ушло на это по моему порядка семи или восьми лет вот карл бэнс своими руками собрал первый автомобиль показал что он может передвигаться и что это достаточно безопасно и удобно ну в общем если мы заглянем в историю то придем выясним что обычно первый экземпляр изготавливал всегда тот кто его придумал что не так много находится находилась тех людей которые разделяли бы мнение о том что действительно такие такой механизм как автомобиль он вообще востребованный будет поэтому значит но но сегодня мы можем это сделать быстрее чем это было сто лет назад или сто двадцать лет назад потому что сегодня есть интернет потому что сегодня есть возможность вот так просто выйти в эфир и поговорить с достаточно большим количеством людей по итогам месяца этот этот значит прямой эфир он наберет но не меньше чем тысячи просмотров соответственно сто лет назад чтобы попытаться поговорить с такими количеством людей на это потребовался наверное бы наверное бы квартал или даже два и поэтому ресурсы которые сегодня необходимы для реализации того иного проекта их их получается получить проще легче быстрее ну и таким образом можно прийти к выводу что мы сделаем это чуть быстрее чем те ребята которые делали что-либо сто лет назад ну а вообще в целом знаете так с кем же я разговаривал вот кстати замом мэра владивостока мы так тоже еще по душам поговорили вот я ему рассказал историю когда меня пытались не пытались привлечь то есть меня приглашали в очень крупную организацию которая это структура мэрии города Новосибирска вот на руководящую должность ну значит тот кто меня приглашал он в итоге эти выборы значит проиграл там с небольшим перевесом в два процента и соответственно в эту организацию я не попал ну скажу честно особого стремления у меня туда не было это достаточно такая не то чтобы скучно но организация вообще огромная в ней работает там восемьсот тридцать единиц техники только и по моему восемь тысяч сотрудников вот если не ошибаюсь и бюджет там за миллиард то есть крупная очень организация но сложились так обстоятельства что я туда не попал и я на самом деле этому очень даже рад потому что то чем сегодня я занимаюсь это про ощущения да я понимаю что это намного интересное намного более интересное занятие что это намного более перспективное занятие что это действительно может привести хорошие изменения в нашу реальность и таким образом можно получить удовольствие да так вот такие ощущения так сергей пишет денис анонсировали изменения в личных кабинетах в июле когда это произойдет и в чем конструктивно для инвесторов будут позитивные изменения планируется изменение партнерской программы нет программу не меняется по поводу кабинета на самом деле мы обсуждаем этот вопрос ежедневно с отделом программирования и были у них планы и в мае выпустить его и в июне выпустить сейчас мы говорим примерно о двадцатом 20 августа возможно я надеюсь это все таки сбудется но действительно мы там поставили себе такие значит цели чтобы он был ну очень такой понятный удобный что это себя оправдает какой-то момент очень сильно когда у нас будет большой приток инвесторов большой приток инвесторов у нас будет когда у нас начнется строительство первого здания когда уже люди будут понимать что вот у нас кроме патентов есть еще и документы на земельный участок где у нас есть разрешение на на это строительство где мы поставим в камеру на этом самом строительном участке как обычно мы это делаем и кстати говоря есть план у нас подключить в камеру в нашем основном офисе в дубай вот и запустить трансляцию оттуда вот поэтому ну надеюсь 20 августа он все таки появится но гарантии нет вот ребята на самом деле молодцы там у нас большой достаточный коллектив дружный сложился вот но не все правда выдерживают нагрузку вот так здравствуйте денис будут ли выплачиваться после каждой продажи лицензии того или иного проекта примерная дивидендная оплата будет равняться 1 доллар 1 доля так ну смотрите но чтобы достигнуть таких цифр мы должны реализовать давайте вместе посчитаем да так вот у нас в новом кабинете кстати будет калькулятор где вы сможете выбирать предположительное количество лицензий которые мы можем реализовать в тот или иной период и прогнозировать стоимость доли в общем я так скажу что 1 доллар 1 доля это ну это не ближайшая перспектива ребят это ну наверно тридцатый год вот если мы говорим об одном долларе может быть и будет и 2 вот а может быть будет 05 от чего это зависит но это зависит от того насколько хорошо не настолько хорошо насколько быстро мы реализуем первые объекты покажем как это все работает и мы сможем убедить их что это безопасно что это надежно и так далее относительно уверенности безопасности и надежности и просто и простоты да уверенность такая есть почему потому что все материалы которые необходимо применить при реализации этого объекта они существовали 50 и даже где-то и 80 лет назад а сама по себе технология это ну в 50 раз проще чем первый турбовый активный самолет ребят поэтому конечно же еще так же будет все зависит от объема инвестиций то есть если этих инвестиций ну скажем завтра у нас появился миллиард долларов то конечно мы можем это здание даже и за полтора года и за год построить да вот прям раз он и появился но просто так ничего не появляется чудес не бывает ниоткуда он не возьмется поэтому что нам сегодня нужно нам сегодня нужно к ноябрю месяц определиться с земельным участком договориться о стоимости значит заключить договор купли-продажи ну предварительно мы конечно же должны получить все сведения о коммуникациях подведенных к этому участку о стоимости инфраструктуры которые возможно потребуется подготовить для того чтобы начать строить здания участки все разные значит необходимо согласовать это не просто там с архитектором это все нужно выносить на градостроительный совет все они конечно за два дня не проходят это все длительные процессы к сожалению но мы будем стараться их по мере возможности ускорять просить чтобы это было поскорее в любом случае найдется такая локация и найдется значит такая власть в том или ином регионе которая скажет ребят но мы понимаем что это будет хорошая реклама для нашего региона что это повысит интерес к нему и в итоге мы получим здесь позитив если этот проект вы реализуете здесь у нас поэтому мы вам мешать не будем ни в коем случае и если вдруг какие то проблемы будут вы нам тут пишите звоните мы конечно будем все помехи устранять вот ну в полной мере вот руководителей тех или иных регионов с которыми в последнее время общались пока мы не получили таких текстов да но они в общем то в силу своих полномочий не всегда могут это уверенно делать но в целом я скажу что позитив есть и перспектива нахождения такой локации она тоже есть и мы в этом смысле работу ведем и кстати ребят но если у кого то есть на примете хороший участок площадью не менее там 3 4 не менее 4 гектар вот на любой в любой точке земного шара вы нам пожалуйста все эти варианты присылайте в поддержку все мы мы все их рассмотрим и вдруг случится так что именно кто то из вас обратит внимание на ту или иную землю и мы подпишем по ней договор так согласно своему профилю я а так значит вопрос продолжается здравствуйте денис по поводу дивидендов так что у нас одинanden à Thrallstrings в итоге стоил одна доля это значит что мы на одну долю должны получить не менее десяти центов ежегодного дохода чтобы мы получили не менее десяти центов ежегодного дохода это значит что компания должна получать прибыль 31 миллиард долларов в год чтобы получить 31 миллиард долларов за год мы эту цифру должны разделить на среднюю стоимость лицензий ну наверно 5 миллионов долларов вот такие есть как это под рукой у тебя 31 разделить на 5 30 миллиард разделить на 5 миллионов это значит это ребят немалая цифра 6 6200 6200 лицензий это немалая цифра да вот если мы будем продавать каждый год 6200 лицензий то тогда то тогда мы достигнем цифру в один доллар реально это или нет ну вроде бы цифра огромная но с другой стороны в нашем мире сегодня живет более 8 миллиардов человек более 250 стран у нас сегодня на континенте правильно 254 по моему до государства многие страны сегодня понимают что девелопмент это очень важная составляющая потому что именно через нее формируется среда окружающая через эту среду формируется как бы качественный состав людей которые находятся там или в одном или другом месте ну и если мы возьмем город не ум город линия где планируется в саудовской аравии новый город это 130 километров новых территорий нового города до линия за лайда это 130 метров то есть ну это порядка сейчас посчитаем но это уже как минимум где-то наверно под 900 или даже тысячу зданий новых нужно там возвести и они значит владельцы этого проекта заявляет что они полностью хотят сделать чтобы этот город снабжался за счет зеленых источников энергии ну давайте порассуждаем да то есть если сделать это с помощью солнца то тогда нужно солнечных батарей ну в четыре раза больше чем площадь этого самого города то есть это еще должна быть полоска еще одна солнечных батарей в четыре раза шире чем сам этот город ну это ладно вторая второй вопрос панели нужно мыть потому что пыль она снижает их эффективность это еще не самая главная проблема главная проблема в том что их нужно еще охлаждать потому что перегретые солнечные панели они не работают чтобы их охладить нужно опять повторно использовать электрическую энергию поэтому солнечные панели я не думаю что полностью могут решить вопрос электроснабжения такого города остается источники ветроэлектростанции да и здесь проверенные способы это с вертикальной с горизонтальной осью ветроэлектростанции которые мы сейчас видим их очень много в европе их очень много значит в китае да то есть та же проблема такая они занимают достаточно много площадей под них нужно выбирать локацию то есть они возможно будут где-то находиться на удалении от этого города может быть 50 или 100 километров это опять потребуется инфраструктура вот для того чтобы доставить эту электрическую энергию к городу ну и самая все-таки главная проблема сегодня энергетики это накопители пока еще не существует дешевых и надежных способов накопления энергии поэтому в любом случае этот город нужно будет подключать каким-то классическим способом источников энергии и конечно же можно его дополнить и восполним восполнимыми источниками энергии поэтому наше устройство она на порядке лучше чем горизонтальная ось с этим можно согласиться когда посмотрите презентацию где наше устройство работает с меньших ветров что мы можем получать энергию из ветра с не только со 120 метров или 190 метров а даже из более высоких отметок вот что мы можем ускорять этот самый воздушный поток что можем его с эффектом рычага использовать этот самый воздушный поток и буквально проведя домашний эксперимент в принципе могут может каждый в этом убедиться поэтому ребят но очень хорошая идея полностью обеспечить город зелеными источниками энергии но из тех технологий которые на сегодняшний день имеется пока пока лучше нашей я не вижу и кстати говоря у нас проект уже почти три года существует и не так мало и достаточно много было прямых эфиров недостатки многие люди уже о нем слышали да пока и часто присылают какие-то похожие проекты или может быть что-то подобное в этом роде но пока лучше я уверен никто из тех кто сейчас смотрит этот эфир не встречал а если кто-то встречал пожалуйста скидывайте ссылку прямо сейчас и мы разберем его все плюсы и минусы так ну так вот ребят смотрите если мы у нас город только line может себе позволить тысячу зданий а это один лишь только город инновационный зданий в мире очень много строится рынок девелопмента это самый большой рынок то есть все люди в своей жизни тратят больше всего средств на недвижимость вот и поэтому это самый емкий рынок финансово емкий рынок и если мы там займем позицию на некоторое время реализовывая наши рецензии то в общем-то не 6 даже тысяч мы можем продать а даже и 10 принципе можно продать и знаете когда увидели первый автомобиль карла бенса но никто же не поверил бы скажи что уже буквально там через десять лет появится новой профессии которые будут строить дороги для этих автомобилей станции технического обслуживания что это целая новая огромная индустрия которая превратится миллиарды автомобилей вот но что говорить если тесла сегодня стоит по моему уже 300 320 миллиардов долларов по моему вот такие цифры гугли я находил а что такое теста тесла это один процент один процент отрыв рынка автомобилей то есть 99 процентов автомобилей в мире сегодня производится другими компании и компания тесла стоит 300 миллиардов долларов если мы монополисты используя нашу наш патент вот и продавая лицензии и технологию наши поняли приняли и используют может быть даже так же часто как лифт в новых зданиях да ну наверное мы намного больше будем стоить чем компания которая производит один процент автомобиля поэтому шансы достигнуть доллар есть даже может быть больше но потребуется время время сколько ну зависеть будет от скорости нашей работы наша скорость она конечно же зависит от поступлений инвестиций на сегодняшний день этих инвестиций достаточно для для продолжения нашей работы в соответствии с нашим графиком но когда у нас появится земельный участок конечно инвестиции нам потребуется побольше сам по себе объект который мы собираемся возвести его бюджет порядка 450 миллионов долларов но мы не будем привлекать 450 миллионов долларов почему потому что достаточно нам ну зависит от региона в каждом регионе свои законы да по реализации объектов не вижу тех или иных объектов недвижимости но достаточно нам будет 45 или 50 для того чтобы возвести там 10 или чуть больше процентов здания а дальше уже стане будет строиться за счет тех кто будет владеть этими квартирами значит ветра электростанцию мы будем финансировать за счет наших инвесторов эта сумма совершенно небольшая максимум мы закладываем это пять процентов от стоимости здания но фактически я думаю мы до в цифру в два процента стоимости здания уложимся и это все дает определенный оптимизм в том что с одной стороны гигантский проект но с другой стороны он имеет абсолютно понятную дорожную карту по его реализации так я смотрю вопросов у нас прибавилось это очень хорошо так 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 денис расскажи нам ног немного про новую технологию связанную с водой о котором не так давно был ролик это проект кита так так сказать название у него такое ребят но этот проект не то чтобы ему не надо относиться серьезно мы не планируем ближайшее время заниматься его реализации потому что у нас фокус все-таки на проекте ветер и на проекте город но этот проект с ним легче заходить и вступать в диалог ну на территории арабских стран так скажем то что технология это легко воспринять она знаете такая технология как это сказать то есть она может сделать хороший пиар той или иной территории она не требует огромных денег для ее реализации да ну и собственно пришла в голову такая идея патент по ней по моему получен или сделана заявка я честно говоря не помню вот ну в общем это не так важно то есть имея такой ролик и когда ты с ним заходишь и говоришь слушаю у нас тут есть новые технологии вот и показываешь эту технологию но она веселенькая на легенькая для людей которые как это сказать чтобы никто не обиделся но не так много книг по физике и механике до прочитали для них она легкая для восприятия и в общем хорошо с нее начать диалог уже более серьезных вещах поэтому пока пока так ну а как она устроена как она работает в ролике отражено если кто-то ролик не видел он у нас есть на ютюбе если что-то также непонятно задавайте пожалуйста вопрос в комментариях так и не добрый день рады вас видите слышать снова будет ли проект ветер участвовать на выставке армия да в общем но сейчас видите такая ситуация что так у нас смотрите насколько мне известно он наш макет он находится в министерстве обороны до еще с прошлого года в этом году нам прислали запрос на на плакат другого формата другого размера вот ну конечно мы не можем не отреагировать на это поэтому мы такую продукцию предоставим следовательно получается да участвуем участвуем и понятно что если у кого-то есть намерение осваивать арктику то он будет это делать независимо от того есть у него чистый источник энергии или нет чистого источника энергии я лично не являюсь сторонником того чтобы в арктике начали опять но не опять а то есть добывать какие-то новые ресурсы да но в любом случае если они уже собрать это делать пусть они уже тогда и хотя бы чистый источник энергии используют и ущерба окружающей среде среде будет меньше поэтому если кто-то знает где будет проходить эта выставка а это в интернете можно легко найти добро пожаловать приезжайте обновленный стенд в этом году вы увидите так или напишет надо больше рекламы проекта да ирина совершенно согласен с вами но понимаете проект у нас не не шоколадка да то есть если она типа телевизора можно заказать рекламу которая будет длительностью 5 секунд и показать там пару ребят которым грустно а потом они получили шоколадку им стало весело это конечно можно сделать через телевидение но проект у нас технически сложный поэтому для того чтобы его поняли требуется но как минимум 10 минут внимания на ролик технологии об этом проекте такие ролики мы можем размещать в социальных сетях социальные сети это сегодня наилучший лучшая площадка для рекламы поэтому ребята пользуйтесь пожалуйста скачивайте размещайте возможных всевозможных источники источников деф 71 пишет что он любит проект спасибо отдельно так привет дэн а график привлечения инвестиций есть где-нибудь график график инвестиций у нас нет в новом кабинете вода но давайте учтем это но как я сказал у нас всего за все время где-то 44 миллиона долларов привлечено в какой момент их было чуть больше или чуть меньше но такого графика нет мы не задумывались об этом но у нас есть чат значит в телеграме где находятся члены наблюдательного комитета и каждый кто желает он может в него вступить и тогда вы онлайн будете наблюдать поступление этих самых инвестиций каждые сутки там подводится итог и появляется цифра а по итогам каждого месяца мы всем инвесторам рассылаем отчет и они все этот отчет себя включает банковские выписки в том числе то есть в общем очень даже надежный способ показать все статьи наших расходов так вадим пишет сколько по времени придет на строительство 300 этажного дома в 1 300 метрового дома не 300 этажного дома рекорд мира по моему сегодня 142 этажа этот рекорд находится на территории дубай и высота его 870 метров вот поэтому наше здание 300 метров этажей мне будет но не больше чем 70 времени идет но в среднем три года уходит на реализацию такого объекта так с японцами ирина мы не пробовали договориться почему потому что чтобы договориться с японцами нужно посетить эту страну а эта страна она когда как закрыли границы когда ковид начался до сих пор они еще являются закрытыми и полет туда возможен только по специальному приглашению чтобы это специальное приглашение появилось нужно не японской стороне найти эту заинтересованную японскую сторону объяснить для чего ты хочешь прилететь вот и не так это все это просто но если у вас есть выход на японию то также пожалуйста используйте наш ролик технологии и отправляйте во все адреса пусть это будет япония австралия индия или китай или европа тем более мы понимаем что у европы сегодня европа сегодня ощущает необходимость в дополнительных источниках энергии прямо сейчас эти источники никаких проблем и не решат но они могут начать уже думать об использовании этих источников и соответственно в будущем получить больше гарантии независимости энергетической независимости своей так интересно вы дивиденды считаете кто сказал что на одну долю будет приходиться 1 доллар прибыли нет я не сказал что на один на одну долю будет приходиться 1 доллар прибыли мы посчитали чтобы одна доля стоила 1 доллар мы должны каждый год продавать не менее 6000 лицензий есть как как оценить стоимость акции любой компании ну допустим вы владеете к акции компании apple да эта акция она вам дала 50 центов прибыли в этом году одна акция допустим это значит что вы можете продать эту акцию примерно за 5 долларов почему потому что вы цифру полученные прибыли должны умножить на 10 лет именно так чаще всего рассчитывают реальную стоимость той или иной ценной бумаги поэтому если наша доля нашего проекта значит 10 процент 10 центов дала прибыли одна доля то вы умножить должны это на 10 и это значит что если вы решите продать акцию этого проекта то тогда вы продадите ее примерно за 1 доллар так сайт уже когда обновиться морф спрашивает значит ну сайт это вы про кабинет или про ленин говорите если мы говорим про кабинет то я хотел бы в третьей декаде августа наконец-таки порадоваться этой новости вот а если мы говорим про сайт и про лендинг значит то у нас также есть обновленный лендинг и сейчас мы его верстаем и я надеюсь что где-то до 10 сентября он обновится да также друзьям и что еще важную работу какую большую сделали мы произвели съемку территории дубай с этом это была съемка с вертолета с вертолета почему потому что запретили там полеты дронов по каким-то там причинам вот и значит монтируя смонтировали новое видео уже мы на подходе это как технология проекта город логистика ecosystem и проекта ветер интегрируется именно дубай в среду дубая то то есть у нас есть такой ролик когда мы сделали рядом с москва сити это район камушки который идет под снос и и кстати говоря вчера же у нас был зум с московской с мост гор архитектуры почему потому что мы этот ролик отправили в мэрию города москвы на имя мэра города и вчера у нас состоялся зум где нам задавали дополнительные вопросы по технологии проекта город логистика ecosystem кто подписан на instagram нашего проекта или на мой проект он видел этот самый документ вот и соответственно тоже у нас идет диалог и с таким вот департаментом по вопросу применение этой технологии гордом в городе москва так сегодня рекорд эфира да знаете продолжительность эфира она может быть любой было были бы интересные темы для обсуждения вот темы какие ну вот вопросы которые задаете на те вопросы я и даю ответы и соответственно эфир из этого и строится так а так еще вопрос значит спрашивают возможно вы говорили повторить пожалуйста почему так долго вас не было у вас не было эфиров почему долго да ребят ну потому что потому что много очень работы потому что постоянные перелеты и честно говоря ну к эфиру надо немного под собраться как-то с мыслями и так далее отнимает он много времени этот самый эфир ну то есть можно эфиры делать каждую неделю можно находить темы что-то рассказывать но мы предпочитаем больше делать реальных дел реальной работы вы нас пожалуйста не теряйте у нас есть инстаграм аккаунт и кстати говоря у нас на ютюбе теперь 10000 подписчиков это значит что через месяц у нас появится возможность и на ютюбе добавлять stories и то есть это короткие какие-то фрагменты полетов разговоров встреч каких-то документов не столь важны чтобы их прямо размещать так на сайте но в общем то они показывают объемы нашей работы ежедневной и дают возможность узнать больше о проекте поэтому не знаю когда состоится следующий эфир но в инстаграме если вы у нас будете смотреть вы будете в курсе текущих событий не не потеряете так стоимость одной лицензии ожидается в районе 5 процентов а стоимости возводимого здания что составит приблизительно 10 25 миллионов с учетом стоимости средней коммерческого небоскреба высотой сто сто пятьдесят метров тут немного ну смотрите допустим небоскреб они стоят 100 миллионов если пять процентов то это пять миллионов немного неверные расчеты так ну дальше от 200 миллионов до 500 на сегодняшний день таким образом все привлеченные через продажи долей компании средства 40 миллионов отобьются продажей двух-четырех лицензий проект планируется ли продавать не менее 100 таких так лицензии в год то есть если считать через минимальную стоимость лицензии 10 миллионов получается 1 миллиард год на дивиденды будет выделено 8 процентов полученные продажи лицензии прибыли что равно 80 миллионов вот видите как человек увлекся подсчетами да из 314 миллиардов выпущенных компаний долей на продажу выделяют 12 процентов но до 15 процентов мы планируем реализовать мы надеемся что этого будет достаточно для того чтобы достигнуть того уровня когда здание будет строиться за счет будущих владельцев квартир потому что это конечно же выгоднее делать так как они взамен получают квартиру они долю в компании которая будет приносить прибыль долгое время так дальше выделено 12 так который будет распределяться 800 миллионов таким образом на одну долю приходится 002 а дальше нажать эту сумму на количество долей в приобретенном пакете приблизительно такой расчет на сегодня можно привести смотрите да понятно что на 6000 лицензии не выйти ни за год ни за два потребуется определенное время еще раз какое значит определяемся с участком строим здание показываем как это работает и начинают продавать лицензии первый год это может быть 10 второй год может быть и 200 будет ну и так далее ребят но тут невозможно как-то поделить как события будут развиваться но я думаю что достаточно быстро они будут развиваться почему потому что это новая технология это новая индустрия потому что электрическая энергия энергия это сегодня главный дефицит современного мира и все прекрасно понимают что бумажки финансовые там знаки до денежные знаки сами по себе они ничего не стоит если на них не ничего нельзя приобрести а на них ничего нельзя будет приобрести если не будет этой самой энергии поэтому энергия выходит сегодня на первый план и хорошие источники энергии они будут пользоваться спросом мы должны доказать это мы к этому идем и я надеюсь вот вижу ребята пишут любят любят проект ветер так и я значит надеюсь что мы сделаем это в самый кратчайший срок у меня личное настроение именно такое спасибо всем ребят давайте сегодняшний эфир будем заканчивать а так еще смотрите сколько будет стоить квартира в этом доме вопросы увидел на эти квартира будет стоить столько же сколько и в любом другом доме потому что сам по себе само по себе здание дополнительным образом укреплять как-то не нужно просто не совсем стандартным способом ставим соответственно наше здание здание сама по себе ветроэлектростанция будет стоить но никак не больше чем пять процентов от стоимости зданий так минобороны что-то говорила про дальний восток про города шойгу ребят ну да слышал я об этом но что по-настоящему это есть планы по строительству новых городах но что по-настоящему это себя представляет я не знаю но мы участвуем в выставке технопром вот это самая крупная технологическая выставка на территории нашей страны возможно будут там такие гости которые участвуют в таких глобальных проектах и мы участвуем туда там с нашими двумя проектами возможно какие-то новые связи сложатся диалоги знакомства и как-то мы приблизимся к нашей цели недавно вы были в лазивостоке встречались с местными главами реальный интерес есть будут ли инвестиции помощь проектов может быть место постройку выделят нас на побережье сильные ветра до владивосток это 6 метров среднегодовая скорость ветра это 6 метров это очень хорошая скорость значит местные власти не являются инвесторами местные власти это прежде всего хозяйстве хозяйский субъект который значит но занимается организация жизни города мы получили предварительно позитив в отношении возможной реализации проекта на территории города владивосток вот дальше мы наш проект вынесем на градостроительный совет и значит как он прошел я буду вам рассказывать и докладывать как всегда так ну что ребят значит будущий миллионер ну на самом деле все шансы на это есть вот и мы миллионеры на самом деле ребят все шансы на это есть я считаю что наш стартап очень даже интересный и несет себе хорошую перспективу спасибо за поддержку спасибо за внимание в инстаграме каждый день какие-то новости мы выкладываем поэтому ребят рад был всех видеть спасибо за вопросы до новых встреч мы твое твое Продолжение следует...